Добрый вечер. Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Бо. Десятая глава, самое начало. И о моих знамениях, которые я вершил среди них. И вы узнаете, что я Господь. И пришли Моше с Аароном к фараону и сказали. Так сказал Господь, Бог евреев. Доколе ты будешь отказываться смириться предо мной? Отпусти мой народ, чтобы они могли служить мне. А если ты отказываешься отпустить мой народ, то завтра я приведу саранчу в твои пределы. И она покроет лицо земли так, что нельзя будет увидеть землю, и пожрет она весь остаток, который уцелел у вас от града, и объест всякое дерево, цветущее у вас в поле. Вот здесь, может быть, остановимся. Моше и Аарон угрожают новым ударом, новой казнью египетской – саранча. Вроде бы все просто, но вместе с тем, по крайней мере, один вопрос здесь есть. Айбнезра обратил внимание на то, что ведь этот казнь саранча следует в рассказе Торы сразу вслед за градом. И по поводу града уже сказано, что град побил все деревья, которые были. Настолько был сильный град, что все деревья были побиты. Если так, то как же может быть, что Моше предупреждает, что в саранча пожрет, как там сказано, объест всякое дерево, цветущее у вас в поле. Откуда цветущие деревья, какое там цветение? Ведь сказано, что град уже все побил. Аарамбан, отвечая на этот вопрос, пишет так. Комментатор утверждает, что между казнью градом и казнью саранчой прошло длительное время. Он пришли с комментатором, но имеет он в виду конкретно рабе Абрама и Абнезра. И это ответ Абнезры, что очевидно, хотя в Торе они идут сразу друг за другом. Но известно, что Тора, ее изложение не дано нам в четком хронологическом порядке. Несмотря на то, что эти отрывки идут сразу друг за другом, между ними по времени могло быть достаточно долгий период. Поэтому, и ведь сказано, объезд всякое дерево, цветущее у вас в поле, значит, понятно должно быть, что деревья как-то должны были прийти в себя после того, как град их пробил. Так писала Абнезра. Харамбан отвечает на это, но мне представляется, что миновал лишь только короткий срок. Ведь известно, что все египетские казни не заняли более года. Это уже устная Тора, предание которой у нас есть, что все египетские казни, весь этот процесс длился не больше, чем год. Стало быть, при всем желании, когда уже прошло достаточно, уже основная масса казни уже прошла, осталось-то всего ничего, два последних удара и затем завершающий аккорд смерть первенцев. Так что, конечно же, невозможно себе представить, что прошло много времени. Более того, продолжает Харамбан, у него еще один аргумент, и ведь сказано, и пожрет она весь остаток, который уцелел у вас от града. Если бы это было на следующий год, то не имеет смысла, если в этом году был град, а в следующий год происходит еще какая-то неприятность, саранча, то невозможно же сказать, что на следующий год саранча пожрет все то, что осталось от града. Града это осталось в прошлом году. Значит, это был тот же самый год, в том же самом году непосредственно. И если так, то если мы посчитаем более конкретно, как это могло произойти, получается, что град был в месяце Адаре того же самого года. Если исход из Египта состоялся в месяце Ниссан, в середине месяца, то, говорит Харамбан, град должен был ударить в месяце Адар. Как он это посчитал? Просто. Сказано там, что град побил все скороспелые, все ранние, точнее, культуры. Как говорит Амтору, поскольку ячмень был уже на корне, а пшеница вырастает позже, и град ей не повредил. Так там написано, что ячмень и полба, ранние культуры, они были побиты градом, а пшеница нет. Почему? А пшеница, потому что она поздняя. Стало быть, если мы возьмем сельскохозяйственный календарь Ближнего Востока, к которому относится Египет, то очевидно совершенно, что пшеница, урожай которой созревает, и его снимают обычно около праздника Шивот, то есть это уже конец месяца, начало Сивана, конец Яра, начало Сивана. К этому времени пшеница уже созрела, стало быть, если пшеница к тому времени, когда был град, она еще была маленькой, только не созрела, но она попросту еще и не выросла, потому что если бы она не созрела, ее все равно бы побил град. Здесь она еще даже не выросла, поэтому град-то ее и не тронул, стало быть, это могло быть в месяце. Адар. Пирс Рамбан в Адаре, если мы посчитали, что это могло быть в Адаре, когда с одной стороны ячмень уже был и полба уже была, это ранние культуры, и град побил, а пшеницы еще не было, или она была очень маленькая, значит это Адар. А тогда что происходит с деревьями? Так вот в Адаре они все еще не распустились, невероятные градные лозы, не появились молодые листики на деревьях, но деревья-то сами есть. Поэтому сказано, и всякое дерево полевое сломал, град поломал их, побил. То есть, что это значит, что он поломал ветки, сучья. А уже на следующий месяц в Ниссане природа это делает свое, и начинается потепление, весна, происходит весна, начинается цветение. То есть, появляются уже и почки, и листья, и бутоны, начинается цветение. Вот тогда же, значит, на следующий месяц в Ниссане, когда выросла уже и пшеница, то это то, что уцелело от града. И тогда же на деревьях появились бутоны. И об этом сказано дерево, которое цветет у вас в поле. Можно было бы, конечно, перевести «эц ацумеях» – дерево, растущее в поле. Но, судя по тому, как понимает этот ромбан, речь идет именно о дереве, которое цветет. У него есть цветы. А рапавшая саранча уже пожрала все, что расцвело. Она сожрала все листики, сожрала все цветочки, не оставив ни цветка, ни почки. Такое было разделение между градом и между саранчой. Внемся к тексту. «И наполнится ею, то есть саранчой, твои дома, и дома всех твоих рабов, и дома всех египтян, чего не видели ни твои отцы, ни отцы отцов со дня их существования на земле до сего дня». Вот здесь Муше закончил свое предупреждение, затем он повернулся и вышел от фараона. Это немножко странно. Элементарные правила приличия, которые следует соблюдать с такими особыми, как цари, они не позволяют вот так вот сказать то, что у тебя есть сказать, повернуться к нему спиной и уйти. Так не делают. Я уж не говорю о дворцовом этикете, где это видно, где это слышно. Слыхано так. По правилам, которые существовали перед коронованной особой, вообще к нему не поворачиваются спиной. Это первое. То есть как человек отходит от него, он ходит пятись назад. Так уходит. Более того, да и вообще, точно так же, как нельзя, что называется, войти без доклада, нельзя войти просто так, потому что не хочется с царем так немножко поговорить. Невозможно. Нужно, чтобы тебя туда пустили. Нужно попросить разрешения, чтобы опустили. Точно так же уйти от царя. Нужно просить разрешения. Если у тебя больше нечего сказать, тебе все сказал, он сказал, что я кончил. Если вы не возражаете, я уйду. И тогда уходить пятись назад. Уже здесь проверять. Повернуться, не спросив разрешения, не получив разрешения уйти, повернулся и ушелся. А может быть, это потому, что Муше просто презирает фараона и не уважает его. Чего особенно уважать он такой? Он, конечно, царь, но безусловно, достоин презрения как человек, как личность. Тоже не может быть, потому что было указание отдельное. Всевышний наказал Муше, чтобы, и текст это подчеркивает, и в нашей написано, чтобы относились к фараону с уважением, поскольку он коронавленный особый. Неважно, кто он как человек, неважно здесь, какую личность, но должность, которую он занимает, она требует отношения к нему уважительного. Поэтому нужно было ему оказывать царские почести. Почему же Муше здесь до сих пор? Если он до сих пор действовал именно так, относясь к царю как к царю, соблюдая все необходимые почести и элементарную вежливость, вдруг здесь он изменяет свои линии поведения. Снова обратимся к Рамбану. Пишет он так. «Поскольку египтяне уже были очень напуганы градом, Муше решил, что теперь их приведет в ужас близость неизбежной голодной смерти, когда саранча поживет все, что уцелело от града». То есть первые казни египетские, первые удары, они носили психологические уральча. Они должны были доказать власть Всевышнего в мире, его абсолютная власть над природой, но до сих пор не было конкретной, настоящей сильной угрозы полного вымирания. Были, конечно, дикие звери, они нападали, это было очень страшно, но вот то, что происходит сейчас, это куда сильнее. Сейчас это просто угроза голодной смерти, после того, как сначала град побил все, что можно было побить, а затем, сейчас придет саранчана не оставить ничего, не оставить ничего, то понятно, что, скорее всего, будут египтяне в ужасе. Словами снова Рамбана, Муше решил, что и теперь их приведет в ужас близость неизбежной голодной смерти, когда саранча пожрет все, что уцелело от града. И он вышел, не дожидаясь, пока не ответит ни да, ни нет, и не спрашивая разрешения у фараона. Он хотел предоставить им возможность посовещаться, и его замысел оказался верным. То есть после того, как сейчас, он дал настолько сильнейшее, настолько сильное предупреждение, настолько эта вещь уже страшная, то, скорее всего, Муше понял, что они могут сломаться. А если так, не будут же они совещаться прямо перед ним в его присутствии. Надо дать им возможность посовещаться. Поэтому, не спрашивая разрешения, он попросту вышел. Он хотел предоставить им возможность посовещаться, и его замысел оказался верным, так как приближенные фараоны сказали, если мы обратим внимание на следующий текст, что же происходит тут же. И сказали рабы фараоны ему, доколе будет это для нас помехой? Отпусти этих людей, и пусть они служат своему Богу. Разве ты еще не видишь, что Египет погибает? Здесь вот приближенные фараоны начинают на него давить. Продолжает Рамбан, что это не только его комментарий, а в первоисточниках тоже такое есть. Иерушаума. И также объяснили наши наставники. Муши увидел, что они верят его словам и хотят обменяться мнениями, хотят посоветоваться. Поэтому он оставил их, чтобы они обсудили свое положение и склонились к раскаянию. Это объяснение, которое дает Рамбан. Он на нем не останавливается и дает альтернативное. Но мне кажется, тоже любопытно, казалось бы, первый комментарий тоже был его. Он сначала дал объяснение, потом сказал, и так же объяснили наши наставники, вроде бы, приводя подтверждение и доказательство своему комментарию из слов Хазаль. А потом говорит, ну, мне кажется. Скорее всего, это означает творчество. То есть первый комментарий – это комментарий, который Рамбан построил на основе слов мудрецов. А вот теперь он высказывает и свое мнение, как бы ему казалось правильным прокомментировать вот это вот странное поведение Муши. Но мне кажется, что Муши поступал таким же образом каждый раз, когда приходил во дворец к фараону. То есть то, что мы предположили, как само собой разумеющееся, что Муши каждый раз, входя к фараону и находясь у него на приеме, оказывал ему царские почести, и так это действительно следует из Раши, то Рамбан говорит, что подобно. Мне кажется, что Муши поступал таким образом каждый раз, когда приходил во дворец к фараону, предупреждал его и сразу же выходил. Тогда почему Тора, если так, то почему Тора указывает на это только здесь? Почему это упомянуло только в случае с Ранчой? Ранчо упоминает об этом только здесь, потому что дальше сказано и были возвращены Муши и Арон к фараону. Поскольку здесь состоялось продолжение всей истории, поскольку здесь Муши и Арон вернули, пришлось сказать, что они ушли, а на самом деле они уходили каждый раз, не спрашивая разрешения, не проявляя никаких особых церемоний, и по отношению к египетскому царю выходили. Вернемся к тексту еще раз. «И сказали рабы фараона, доколе будет это для нас помехой? Отпусти этих людей, пусть они служат своему Богу, разве ты не видишь, что Египет погибает?» И вернули Муши и Ароны к фараону, то есть фараон немножко начал сдаваться, по крайней мере согласился на какие-то сейчас переговоры. «И тот сказал им, идите, служите вашему Богу, кто же пойдет, дайте списки, кто идет?» И ответил Муши, «С нашими юношами и с нашими старцами пойдем, с нашими сыновьями и с нашими дочерями, и с мелким и крупным скотом нашим пойдем, ибо праздник Богу у нас». Но тот сказал им, «Был бы так Бог с вами, как я дам вам уйти с вашими детьми, смотрите, зло перед вами». Не так. «Идите, мужчины, и служите Богу, так, как вы этого хотите», и изгнал их от фараона. Как понять поведение фараона? Сначала он возвращает Муши и Ароны и начинает с ними переговоры. И только услышав от них, что они хотят все идти, он тут же взрывается, ничего подобного, и более того, выгоняет их теперь от фараона. Самое простое объяснение – это то, что на самом-то деле он не хотел возвращать их, и он не хотел никаких переговоров, о чем может быть речь. Он сказал, «Нет, значит, нет». Но только потому, что его приближенные давят на него, для того, чтобы освободиться от давления своих приближенных, он и устроил. «Ну, хорошо, сейчас мы их вернем, посмотрим, что они скажут». А, вот видите, они хотят все уходить, даже вместе с котом. Это не годится. И теперь он уже может спокойно, спокойным сердцем, для того, чтобы как-то вернуть свою позицию, даже их выгнать. Пшли вон отсюда. Сами его слова фараона «Был бы так Бог с вами, как я дам вам уйти с вашими детьми». Не очень понятная фраза. А продолжение тоже непонятное. Смотрите, зло перед вами, что он хочет сказать, что он имеет здесь вино. Раши прежде всего отсылает нас к арамейскому переводу «Онкилус». Пишет Раши. Это следует понимать в соответствии с арамейским переводом «Онкилуса». Ну, а что написал «Онкилус»? Раши это не цитирует. Сами можете посмотреть. Посмотрите. А «Онкилус» перевел эту фразу так. Смотрите. Зло, которое вы хотите сотворить, обратится против вас. То есть, вы явно здесь хитрите. Вы говорите, что собираетесь идти служить Богу, а на самом деле вы собираетесь просто убежать. Поэтому-то вы и хотите пойти со всеми, со стариками и с младенцами, ещё и со скотом. Но, смотрите, это зло, ваши злоумышленные планы, они обернутся в конечном итоге против вас. Так следует понимать вот эти слова «зло перед вами». То есть, с одной стороны, он у нас сказал, фараон, его точными словами, «Был бы Бог так с вами, как я дам вам уйти с вашими детьми». Забудьте об этом. Ни в коем случае этого не будет, я вам не дам уйти. А в дальнейшем он сказал вам, что, смотрите, вы здесь хитрите, в конечном итоге все это хитрости, всё, то зло, которое вы намечаете, это обернётся только против вас. То, что переводит он, это пшат. Хотя понятно, что буквальное значение этой фразы довольно далеко до этого пшата. Что называется, имеется в виду. Ведь в тексте-то написано, смотрите, зло перед вами, так сказано. «Реу, раа, негатпнейхем» – зло перед вами. Поэтому Раши привёрзет здесь и Медраж, который позволяет прочитать эту фразу, понимая её буквально, слово в слово. Рыд Медраж так. А ещё я слышал Медраж. Есть, якобы, звезда, имя которой «Раа». «Раа» – это и есть зло. «Реу, раа, негатпнейхем», то есть вы смотрите, навстречу вам поднимается звезда под названием «Раа». Сказал он фраун так. Я вижу в гороскопе, занимаясь немножко астрологией, так вот по звёздам я вижу, что вот эта звезда поднимается вам навстречу на пустыне. А эта звезда совсем не простая, а это знак крови и убийства. Я же о вас забочусь, я же вам хочу только хорошего. А если вы все пойдёте сейчас в пустыню, чего с вами хорошего не будет, там на самом деле навстречу вам поднимается звезда, которая подвещает кровь, смерть, убийство. Вопрос. Он врал или не врал? Как к этому относиться? Что это было? Продолжает раж. И действительно, когда сыны Израиля согрешили, уже находясь в пустыне, сделав золотого тельца, и Всевышний сообщил Муше, что он собирается их уничтожить, то Муше в своей молитве сказал так. Неужели же скажет теперь Египет «Бераауциям во зло», то есть под этой самой звездой зла он вывел их? Именно об этом говорил им фараон. Смотрите, зло перед вами. То есть в этом была молитва Муше Всевышнему. Если ты их сейчас... Конечно, они провинились. Конечно же, они достойны наказания. Но если сейчас ты их уничтожишь за то, что они сделаны из золотого тельца, то Египетя не скажет «Ага, мы же говорили, вот пожалуйста». Мы их предупреждали, что их ждёт гибель в пустыне. Вот они и погибли. Значит, мы правильно сказали. Нами словами будет хинуль. Хинуль Ашем, об этом Мушеи просит Всевышнего. Пусть не будет осквернения имени Бога, пусть не будет хинуль Ашем, поэтому не уничтожай их. И тут же, сразу же, в следующем стихе написано «И отказался Бог от зла». Всевышний не уничтожил их. Продолжает рашить дальше. «И заменил кровь, о которой говорил фараон, кровью обрезания, которую сделал сынам Израиле Иошуа Бенну». И об этом сказано, когда Иошуа Бенну сделаем обрезание. Всё те поколения, которые родились в пустыне, они, родившиеся, не делали в пустыне обрезание, поскольку условия пребывания в пустыне не позволяли это делать. Поэтому, когда пришли уже веры с Израилем, через 40 лет пребывания в пустыне, и нужно было принести пасхальную жертву, а по поводу пасхальной жертвы есть закон «Коль арейле лойо хальбо» ни один необрезанный не имеет права есть мясо пасхальной жертвы, то пришлось сначала сделать обрезание всем тем, кто были необрезаны в пустыне, и только после этого приступать к принесению пасхальной жертвы. И вот тогда, после того, как этот обряд обрезания был совершен, и ушел обмен, он обращается к народу и говорит, «Сегодня я снял с вас позор, египтян!» Первый взгляд, какой позор египтян. То, что еврею быть необрезанным, это позор, но при чем здесь египтяне? Позор был то, что евреи, которые родились в пустыне, были необрезаны. Конечно, это позорно, конечно, это очень и очень неприятно, но при чем здесь египтяне? Теперь мы понимаем эту фразу иначе. «Сегодня я снял с вас позор египтян, которые говорили вам, мы видим кровь на вас в пустыне». И вот теперь, сейчас, когда это кровь, то есть позор здесь не в том, что были необрезаны, а позор здесь в том, что египтяне предупреждали, смотрите, вы идете в пустыню, там вас ждет кровавая баня, там вы погибнете, там навстречу вам восходит такая звезда, которая предвещает гибель. Вот теперь все это снято, ибо Всевышний заменил ту самую кровь гибели, заменил кровью обрезания. Когда читаешь эти строчки, предстояешь вообще понимать, что происходит. Вроде как то, что вот есть эта звезда, эта кровь, это некоторая такая вот объективная необходимость, ну, что с ней можно-то делать? Делать-то с ней вроде как и нечего. Все, что остается Всевышнему, это только вот заменить. От крови ты не убежишь никуда, ну, по крайней мере, заменить, хотя бы если не кровь, пусть будет не кровь, не кровь гибель, ну, по крайней мере, хотя бы кровь обрезания. Иначе никак невозможно. А Всевышний не мог просто вообще взять это и отменить. То есть даже если, да, действительно, есть какая-то звезда, не будем выходить сейчас в вопрос, по поводу астрологии, астрология, действительно ли астрологи могут предвидеть будущее или нет, или это все. Ну, предположим, что действительно так есть. Да, действительно, была такая звезда, которая предвещала кровь, которая предвещала гибель. Ну, так отменил бы Всевышний все и дело с концом. Нужно было делать так, чтобы перевести эту кровь, и чтобы кровь-то она останется, но чтобы вместо крови гибели и будет теперь кровь обрезания. Как это все понять? Все это истории, мы видим, мы можем сделать следующий вывод. Мир управляется Всевышним не на основе сиюминутных каких-то соображений. Как говорили наши мудрецы, олям каминаго ноек. То есть, мир управляется постоянными, устоявшимися законами, которые в нем есть. В скобочках добавим. И хотя в конце этой главы Рамбан пишет свой знаменитый комментарий, который с Божьей помощью мы будем изучать, в котором он пишет такую строчку, что каждый, у кого есть только доля в Торе, в Моше, он верит и знает, что нет такого понятия Тева, то есть природа. Казалось бы, можно понять, что вообще не существует законная природа, это просто фикса, это только кажется, есть только воля Всевышней. Вот он сейчас захотел, пошел дождь, а завтра не захотел, не пошел дождь, а послезавтра он захотел, пошел снег, а послезавтра, через неделю он захотел, но на самом деле Рамбан не то имеет в виду. Рамбан имеет в виду, что нет понятия природа, так как понимали это понятие философы, рационалисты, его современники или более ранние, что существуют независимые от Всевышнего, от его воли, объективно существующие сами по себе законы природы, а Творец мира вроде как должен с ними как-то собладать. Это нет, это нонсенс, это ерунда. Все, что существует в мире, существует только потому, что Всевышний хочет, чтобы оно существовало, но он хочет, чтобы оно существовало не беспорядочно, а чтобы мир управлялся твёрдыми и жёсткими законами. Олам каминаго ноек. Это значит, что при том, что проведение Всевышнего заботится, скажем, о том, чтобы спасать каких-то праведников в какой-то момент, в том, чтобы направлять ход истории в нужное направление, а для этого понятно, что должны быть время от времени чудеса. То есть законы природы должны либо переставать действовать, либо должны действовать как-то в обратную сторону или в другом порядке, или совершенно не так, как они действуют ежедневно. Этому-то и отличается чудо от ежедневных ситуаций, в которых причинно-следственные связи, законы работают. И это тоже происходит не потому, что вот сейчас в какой-то момент захотелось, а все необходимые причины и все необходимые предпосылки для тех или иных чудес, они уже заложены в творении, они уже заложены в природе мироздания с самого начала творения. Только вся штука в том, что мы, когда мы говорим о законах, когда мы говорим о законах природы, то мы под законами природы действительно воспринимаем только физические законы, все то, что происходит во физическом мире, не видя, не понимая достаточно хорошо, что на самом-то деле мир-то у нас не такой. Основа мира, она в духовных силах, и из них уже, из тех духовных сил, из того духовного прообраза мира, из них уже развиваются конкретные материальные и объекты, и явления этого мира. Стало быть, и законы, которые этим миром управляют, тоже у них есть корни в высших мирах. Получается, что если астролог видит звезду, которая по его науке, предположим, что астрология это не лженаука, что она действительно способна реально предвидеть какие-то вещи, и вот он видит, что некоторая звезда, некоторое такое созвездие или еще что-нибудь, комбинация звезд предвещает кровь. Кровь, убийство и так далее. Что это значит? Это не значит, что это вещь, которая происходит исключительно здесь, в этом физическом мире. Это значит, что действительно во всей этой системе законов из высших духовных миров в наш материальный мир снисходит вот такая неприятность, неприятность, как кровь, как кровь. Поэтому нет здесь вопроса, а что Всевышний не может этого отменить? Нет, не в этом дело. Всевышний абсолютно всемогущ, но не хочет, потому что ламки именно потому что мир управляется постоянными законами природы, и в рамках этих законов сейчас создала ситуация, которая действительно опасна для арзейского народа, когда он, выходя в пустыню, сталкивается там, вот с этой звездой или каким-то другим способом, приходящим в этот мир мором, уничтожением, кровью и так далее. Поэтому теперь то, что Всевышний делает, он заменяет ту самую кровь, то есть ведь когда какое-то явление развивается из высших миров, спускается в нижний, то все зависит от того, каким образом происходит вот этот самый спуск, это реализация. И если чуть-чуть изменить форму реализации, то тогда та же самая кровь, она будет кровью, но только она выйдет тогда как кровь обрезания. Это то, что Всевышний делает, чтобы было более понятно, как это происходит. Пример, который приведем, вот как уже мы прибегали к этому примеру. Если есть государство, которым управляет какой-нибудь монарх, то и монарх, он управляет государством не так, как ему на душу положат, а по определенным законам. Он управляет своей страной по законам, которые были приняты парламентом, или который и он, или его дед принял в качестве законодателя, так или иначе в соответствии с этими законами он управляет. Ну а что делать, если положение в различных форс-мажорных обстоятельствах, во время войны, или каких-то стихийных бедствий. Тогда жесткие законы, по которым управляется эта страна, они тогда мешают тому, чтобы боевать, они мешают тому, чтобы преодолеть последствия стихийных бедствий. Тогда вводится чрезвычайное положение, по которому ряд законов, действующих ежедневно, попросту отменяется. И вводятся другие постановления, постановления военного времени, постановления о чрезвычайном положении и так далее. Но эти постановления тоже никто не сидит и не выдумывает их сейчас. Вот сейчас у нас случилось какое-нибудь бедствие, разлив, или еще какая-нибудь атомная электростанция рванула, и сейчас будут сидеть, люди будут придумывать, а что же нам теперь делать? Да нет, все эти вещи уже готовы, то есть есть основные законы, конституции и еще что-то, и при них уже существует возможность отмены этих законов путем введения чрезвычайного положения. И все законы чрезвычайного положения, они тоже уже заранее приготовлены и записаны. Это то, что происходит здесь. Всевышний установил, как говорят наши мудрецы по поводу рассечения моря, тна и тна кузболку и мудрёв. То есть Всевышний установил условия, поставил условия, создавая все творения, то, что в определенных ситуациях и в определенном случае законы мироздания будут либо отключаться со всем, либо будут работать другим образом, не так, как они работают ежедневно. То есть пока с одной стороны мир создан для достижения определенной цели и для этого он управляется определенными законами, которые Всевышний задал своем творении, но в тот момент, когда эти самые законы мешают продвижению к целлетворению, то заранее приготовленное место они либо отменяются, либо начинают действовать другим образом. Вот здесь у нас как раз тот самый пример, когда закон не отменяется, он будет действовать другим образом. Закон этот есть, да, он подействует по этим законам, то, что ждет еврейский народ в Синайской пустыне – это кровь? Да, конечно. И этот закон не отменяется. Но в чрезвычайных условиях, когда нужно привезти еврейский народ из Египта через Синайскую пустыню в Эр-Цисраэль, то этот закон будет действовать иначе. И поэтому кровь гибели, кровь, которую предлакал фараон, она изменяется, подменяется на кровь обрезания. Ну, теперь подойдём снова к тексту, вернёмся к саранче, той самой конкретной саранче, которой Моше пугал фараона. «И Господь сказал Моше, протяни руку над Египтом для саранчи, чтобы она пришла на Египет и поела всю пулевую траву, всё, что оставил град, и простёр Моше свой посох над Египтом, и Бог навёл восточный ветер на страну весь тот день и всю ту ночь. И когда настало утром, восточный вечер нанёс саранчу, и напала саранча на всю египетскую землю, и расположилась во всех пределах Египта очень густо». Уточняют наши мудрецы, саранча расположилась во всех пределах Египта, т.е. границы Египта можно было пронаблюдать и посмотреть, если были какие-то пограничные конфликты с соседними странами, то можно было их уладить на основе этого распространения саранчи. Где была саранча? Египетская территория, где нет, там начинается Судан, Ливия. «Прежде не бывало такой саранчи, как эта, и после не будет такой. И покрыла она всю поверхность страны, и почернела земля, и съела саранча всю траву на земле, и все плоды деревьев, которые оставил град. Никакой зелени не осталось на деревьях, ни на полевой траве по всей земле египетской. И поспешил фараон призвать мужа Яруны и сказал, «Я согрешил перед вами и Богом, я согрешил перед вашим Богом и перед вами». В чём здесь грех перед Богом, понятно, то, что я в очередной раз отказался. В чём грех перед вами? То, что он их выгнал позорным образом. А теперь прошу я, прости мой грех, только на этот раз, и умолите вашего Бога, чтобы он убрал от меня только эту смерть. И вышел мужей от фараона и помолился Господу. И Бог навёл необычайно сильный западный ветер, который подхватил саранчу, и бросил её в Тростниковое море, и не осталось ни одной саранчи во всех пределах Египта. Почему фараон так испугался, что он называет саранчу смертью, при всём желании саранча на саранча? Может быть, Робейну Бахье говорит, а, может быть, действительно была такая саранча, от которой люди погибали, не исключено. Но, скорее всего, дело не в этом. Скорее всего, говорит Робейну Бахье, что поскольку перед этим был град, а саранча сейчас поела всё то, что град не добил, то это означает верную смерть. Не сразу, но это просто голодная смерть. Именно поэтому фараон называет это «убери от меня», как он говорит, «умолите вашего Бога, чтобы он убрал от меня только эту смерть». То есть, он при этом остаётся ещё небольшой недовольтворённый всем этим объяснением, потому что смерть-то, конечно, голодная, ожидает населения страны, да, но вряд ли фараон почувствует это как смерть. У него-то его запасы, его закрома царские наверняка позволят ему пережить ни один голодный ход. Ну, может быть, он так чувствует положение своего народа, что для них это страх голодной смерти. Есть ещё одно объяснение. Нужно больше курьёзно и больше в шутку, чем всерьёз. Объяснение основано на том, что по донесениям, которые получил фараон, эта саранча, она сожрала, каждый день она ела всё, что можно было съесть, но по субботам саранча не ела, она останавливалась. Тогда фараон сказал, ну, это уже до сих пор были казни, казни как казни, а эта казнь, она ещё религиозная, это конец света, это уже смерть. Ну, так или иначе, просьба фараона была выполнена. Саранча ушла, естественно, её не оставили, она не сдохла на месте, потому что, если бы она сдохла на месте, то ей можно было бы питаться. И жители тех мест, они употребляют саранчу в пищу, поэтому их всё унесло и всю саранчу потопило в Тростниковом море. Но Бог снова ожесточил сердце фараона, и тот не отпустил сынов Израиля. И Господь сказал Гуше, протяни руку к небу, и будет тьма во всём Египте, такая тьма, которую можно будет даже ощупать. Последний, девятый удар – тьма. И не просто тьма, тьма, которую можно будет ощупать, и простёр муж и руку свою к небу. И была густая тьма во всём Египте три дня, и не видели друг друга, и не вставал никто со своего места три дня. У всех же сынов Израиля был свет в их жилищах. Почему тьма, спрашивает Раша. Ни раз и ни два Раша в своём комментарии пытается выяснить, почему именно эти, а не другие удары Всевышний посылает на Египет. В чём рационал? Потому что в том поколении были среди евреев нечестивцы, которые не хотели покинуть Египет. Почему они не хотели? Одно из двух. Либо они как-то сумели устроиться, и сотрудничали с властями, и в результате они имели тёплое место, хорошую работу, хорошую зарплату. Либо они, понимая, что уходить из Египта означает превращаться в рабов божьих, а вот это им не очень хотелось. Так или иначе были те, которые не собирались покидать Египет. Но Всевышний не собирался оставлять евреев в Египте. Вот они-то и умерли в течение трёх дней мрака. А зачем для этого нужен был мрак? Чтобы египтяне не видели гибели, не сказали, ага, вот они наказаны точно так же, как и мы. У нас проблемы, а у них тоже проблемы, и у них помирают. Это одна причина. Вторая причина. И ещё. Раша здесь забегает вперёд, поскольку в дальнейшем последует просьба Всевышнего тому, чтобы евреи попросили у своих соседей египтян золотую и серебряную утварь для того, чтобы вышли из Египта не с пустыми руками, то ввиду этого было произведено затемнение. То есть в дни тьмы сыны Израиля высматривали ценные вещи в домах у египтян. А когда они уходили уже потом и просили у египтяна должить перед уходом, так как Всевышний просил евреев обратиться к соседям египтянам и попросить у них эту утварь, то когда к ним евреи приходили, египтяне говорили, а нету у нас. На что сыны Израиля говорили, как же так нету, а я же видел, у тебя вот на полке, как войдёшь на кухню, там на третьей полке слева там стоит, разве нет? Ай, дорогой египтянин, совсем забыл. То есть в этом, получается, что в эти самые три дни тьмы евреи ходили по египетским домам. Спрашивают задача, а почему они ходили по египетским домам? Что им там делать? Что они там? Они для этого и пришли, для того, чтобы поискать, нет ли там? А тогда ещё страннее. Если они уже пришли поискать, нет ли там чего-нибудь ценного, так могли просто и унести. Зачем нужно было потом приходить к египтянам и спрашивать, а нельзя ли одолжить у вас серебряную ложечку такую и ситечку для… Если ты вошёл, темно, никто не видит, никто не знает. Взял, а может быть, это нечестное воровство? Тоже не совсем так. Это как-то называлось в России в начале века экспроприация экспроприатора. Конечно, не только египтяне, рабовладельцы, они же ни за про что, ни про что порабочили евреев, порабощали их и угнетали их, и так можно же немножко возвратить из награбленных. Но если евреи потом пришли к египтянам для того, чтобы попросить у них и одолжить, значит, они ничего не взяли. Ни копеечки. А зачем они тогда приходили? Только для того, чтобы высмотреть, а потом прийти. А ответ он напрашивается сам собой. А как египтяне выжили в эти три дня тьмы? Если сказано, как там сказано в тексте, не видели друг друга, ну ещё ладно, и не вставал никто со своего места три дня. А если египтянину попить хотелось, а у него на том месте, где он сидел, как раз почему-то не было графина с водой, то, что он делал тогда. Он помирал от жажды, это нигде не написано. Единственный вывод, значит, его кто-то мог поить. А кто его мог напоить? Ведь они же друг друга не видели, и если друг друга не видели, то в этой самой тьме, которая пригвоздила их к месту, тогда же и стакана с водой бы не увидели. Конечно. Стало быть, если их кто-то поил и кормил, и кто-то дал им, позволил им выжить, просуществовать в эти дни. Это были евреи и соседи, которые их и кормили, и поили. Иначе как-то трудно объяснить, как египтяне просуществовали в эти дни, но другое дело, что уже, если египтянин просил принести ему что-нибудь поесть с кухни, тогда уже на кухне можно было увидеть, что на третьей полке сверху там стоит серебряный кувшинчик или ещё что-нибудь. Это уже видели, и тогда потом уже могли сказать. Что это была за тьма такая? Рамбан здесь более пространно это объясняет. Ведь не только не видели друг друга, но и не вставал никто со своего места. Видеть это, может быть, перед тем, как привести слова Рамбана, нужен ещё один вопрос. Если современному ребёнку рассказать, что была тьма такая, три дня была тьма, никто не мог не видеть, то ребёнок, естественно, спросит самый простой, элементарный вопрос – а почему свет не включили? Если есть тьма, то можно же свет не включить. Ну, можно ему сказать, знаешь, в те времена электричества не было, лампочек не было. Это хорошо. Ребёнка – это вполне ответ его устроит. Но свечки-то были. Тьма у вас? Темно. Но зажги свечку. При помощи свечки можно дойти до кухни и самому тогда найти себе графинь с водой, не прибегая к услугам евреев. Пишет Рамбан, эта тьма не была всего лишь отсутствием солнечного света, как бывает ночью, когда заходит солнце. Тьма, знакомая нам, просто отсутствие света. Солнце село за горой, ну вот и стало темно, вот и не видим, или плохо видим. Но на Египет пала непроглядная тьма, т.е. очень плотный туман, опустившийся с небес, и этот туман гасил просто любую свечку. Можно было зажечь свечку? Конечно, можно, но она тут же бы погасла, потому что этот туман, вот эта вот тьма, которую можно было пощупать, невероятной вот такой силой и плотности тумана просто гасил каждую свечку, как это случается в глубоких подземельях, где невозможно зажечь свечу или развести огонь. Потому-то они и не видели друг друга, и не вставал никто со своего места, ведь иначе они бы попросту воспользовались бы свечами. И возможно, продолжает Ромбан, что этот туман был плотен настолько, что даже сковывал движение, как об этом говорят наши наставники, т.е. то, как приводит это и Раши, что в тот момент, когда сгустилась эта тьма, тот, кто стоял не смог сесть, тот, кто сидел и не смог встать, двигаться было попросту невозможно. «И призвал фараон Муше и сказал, ступайте, служите Богу, только ваш мелкий и крупный скот останется, а ваши дети тоже могут пойти с вами». Переговоры продолжаются. Если раньше Муше потребовал, первое, мы идём и со стариками, и с детьми, второе, весь скот тоже идёт с нами, фараон теперь уже готов отдать им половину. Знаете, что? Хорошо, эти и старики, я согласен, но скот оставьте. Зачем вам скот? А у вас что, коровы тоже Богу молятся? Зачем вам со скотом-то идти? Но Муше сказал, ты тоже дашь нам жертву и всесожжение, чтобы принести Господу Богу нашему, и наш скот тоже пойдёт с нами, не останется ни копыта, ибо из него мы возьмём для служения Богу нашему. А мы сами не знаем, чем будем служить Богу, пока не придём туда. Скот, нам там понадобится для жертвоприношения. А сколько вам нужно для жертвоприношения? Ну, принесёт? Не знаю. Если бы мы знали, на что мы идём, если бы мы знали, какого рода служение ждёт нас там в пустыне, мы теперь сказали, мы это не знаем. Бог только потребовал, чтобы ты нас отпустил, чтобы мы служили Ему в пустыне. А как, и чем, и каким образом, и какие жертвоприношения от нас могут потребоваться, мы не знаем. И ожесточил Господь сердце фараона, и тот не согласился отпустить их. И сказал ему фараон, ступай прочь, береги, чтобы не видеть моего лица больше, потому что в тот день, когда ты увидишь моё лицо, ты умрёшь. Вот здесь вот у фараона уже лопнуло терпение. И сказал Муше, верно ты говорил, я не увижу более твоего лица. И сказал Бог Муше, ещё одну казнь я наведу на фараона и на Египет, а после этого он вас отпустит отсюда. То есть ещё недолго ждать. Когда же он будет отпускать вас, то совершенно изгонит вас отсюда. Скажи, пожалуйста, народу, пусть каждый мужчина одолжит у своего соседа и каждая женщина у своей знакомой египтянки серебряные и золотые вещи. И Бог внушил египтянам приязнь к народу Израиля, и этот человек Муше тоже был весьма велик в Египте, в глазах рабов фараона и в глазах народа. Когда же это ему было сказано? Стало быть, прямо в тот самый момент, когда сейчас фараон сидит на своём троне, угрожает ему, шёл вон отсюда, и угрожает ему, что ты ещё раз придёшь, ты берегись. В этот самый момент Всевышний говорит Муше, пусть угрожает. Уже всё кончилось, надо собирать вещи, давайте быстренько собираться. А что особенно собирать, рабы, что им собирать? Не-не-не-не, никак нельзя. Пожалуйста, скажи, пожалуйста, народу, пусть каждый мужчина одолжит у своего соседа, каждая женщина у своей знакомой, египтянке, серебряные и золотые вещи. Скажи, пожалуйста, почему «пожалуйста»? Говорит Равирш. Слово вот это вот «пожалуйста» что означает? Когда мы, к кому мы обращаемся со словом «пожалуйста»? Если у них Всевышний обращается здесь. Это когда мы понимаем, что наша просьба по отношению к этому человеку встретит определённое нежелание с его стороны. Поэтому мы на него обстраиваемся надавить, ублажить его. Пожалуйста, сделай это. Значит, евреям не хотелось брать египетских вещей. Сыны Израиля только что представили самое убедительное доказательство своего подлинного морального совершенства. В течение трёх дней его потеснители, ослеплённые тьмой и пригвождённые её к месту, полностью были в их власти. В это же время можно было не только серебряную ложечку украсть, можно было просто взять что-нибудь тяжёлое и стукнуть этого египтяна по голове. Они же когда-то над нами измывались. Они же нас гнали на работу. Они же нас порабощали. Они же на… В течение этого времени всё имущество египтян оставалось безнадзора в их домах, но ни один еврей не воспользовался этой возможностью, чтобы отомстить им. Ни один еврей не тронул ни египтянина, ни его добра. Не только что по голове никого не стукнули, но и ничего не взяли. Именно в этот момент, когда способность видеть вернулась к египтянам, кончилась тьма, они снова обрели зрение. И, конечно, первым сделом побежали смотреть свои вещи, не украли ли у них жиды. И выяснилось, не украли. Они обнаружили свою мышцу в полной сохранности, там, где они его оставили. А ведь евреи, они знали, что ходили по их домам, кормили их, поили. Они вынуждены были признать величие еврейского народа. Вот они, оказывается, какие жиды. Сознание этого, в конце концов, превозмогло ту антипатию, которую египтяне исполняли, испытывали под нашими евреями. Вспомним только начало книги Шмот. «Ваякуцу миф-не-мифа» жизненно постылил. То есть настолько было противно видеть еврея, встретив его где-нибудь на набережной Нила, что просто хоть жизнь не мила после этого. Сейчас всё меняется. Моральное величие его народа придало Муше в глазах египтян больше значимости, чем все совершённые им чудеса. И не только это. А как объясняет здесь Анециев, не только евреи в глазах египтянам проявили такую высоту. Но именно Муше. Ведь мы видели каждый раз, когда фараон просил Муше убрать ту или иную казнь, Муше тут же незамедлительно, моментально молился, чтобы избавить египтян от страданий. И постепенно, постепенно становилось египтянам понятно, что в этой истории, в этой самой дуэли между Муше и фараоном, тот, кто виноват во всех их бедах, это фараон. Он артачится, он упрямствует и совершенно зря упрямствует. Муше наоборот. Муше и народ Израиля, по-видимому, совсем не хотели компрометировать эту моральную победу такими просьбами египтян. И вот сейчас, после того, как египтяне действительно увидели их моральную высоту, что убедились воочию, когда они, находясь несколько дней в их домах, не взяли ничего, ни одной иголки не взяли, теперь после этого прийти и сказать им, да, я совсем забыл, а не могли бы вы меня одолжить вашу серебряную ложечку на полке? Это же разум потерять всё. Поэтому Всевышний просит, пожалуйста. Однако воля Бога вставляла в том, чтобы его народ не должен покинуть страну с пустыми руками. Ну а почему это так важно? Почему так важно, чтобы еврейский народ не покинул страну Нива с пустыми руками? Известно объяснение мудрецов. И наше его приводит, что Всевышний сказал, если выйдут с пустыми руками, то будет нехорошо. Тот самый праведник, который похоронен в Хевроне, скажет, Бог пообещал мне и будут угнетать и порабощать твоих потомков 400 лет. Это обещание Всевышний выполнил, а то, что сказано в дальнейшем, но и народам, которые будут их порабощать, я произведу суд, и выйдут с большим достоянием, а вот это не выполнено. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы выполнить это обещание, попросите. Получается так, что нужно было вроде Всевышнему выполнить это обещание только потому, что скажет тот самый праведник Авраам, и у Авраама будут здесь какие-то претензии, что Всевышний половину обещания исполнил ему, а вторую половину не исполнил, а если бы не Авраам, то действительно не надо было бы исполнять обещание. А Магед из Дубна объяснил это при помощи притчи. Притчи о том, как деревенский парень пошел в подмастерие какому-то мастеру и несколько лет у него учился, помогал ему в работе, учился, ну и через несколько лет он сказал, он все, он хочет возвращаться снова домой в деревню и просит расчеты, просит, чтобы тот ему заплатил. Мастер ему сказал, хорошо, взял бумагу и написал ему вексель, долговую расписку, ты, пожалуйста. Тот ее посмотрел, деревня деревенщина, он ждал, что ему дадут звонкую монету, вместо этого ему дали какой-то огрызок бумаги. В сердцах плюнул и ушел. Через некоторое время пришел к тому мастеру его отец из деревни и говорит ему, слушай, у меня к тебе большая просьба, я понимаю, что ты ему дал долговую расписку, а это тоже вещь, которая стоит денег, но прошу тебя, ради нашей дружбы, он человек непонимающий, он молодой еще парень, в деревне все вредше, он не знает это, не понимает, что это тоже, заплати ему монетами, а не долговой распиской. Ради нашей дружбы. Точно так же говорит Магед из Дубна, когда все вышли, сказал Аврааму, что твои потомки выйдут из Египта с большим достоянием, не имелось в виду барахло, не имелось в виду вещи египтян, имелось в виду самое главное достояние, которое мы вынесли из египетского рабства, это Тора, которую мы получили, уходя из Египта на горе Синай. Но поскольку евреи тогда оценить Тору не могли, что это колоссальное, самое большое достояние, которое только есть, и они подобны тому деревенскому парню после того, как они десятки лет работали в поте и крови, не разгибая спины, работали в египтян, им, естественно, могло захотеться какого-то возмещения такого реального, конкретного, такого, что можно пощупать. Поэтому Всевышний сказал, чтобы не сказал тот самый Авраам, тот самый праведный, которому я пообещал, пусть что-что выйдут твои потомки с большим достоянием, поэтому прошу вас, очень прошу, сходите к египтянам, попросите у них золото, серебро, утварь всякую, такие вещи, чтобы было впечатление и у самых простых людей, которые ещё не понимают, что такое Тора, какое великое это достояние, что они всё-таки вышли не с пустыми руками.